В Каргантинской области введен карантин в поселке Топар. В одном из частных дворов обнаружен локальный случай сибирской язвы. Инфекционные заболевания подтвердили у трех членов семьи. Один находится в реанимации. Марина Золотарева побывала в поселке и расскажет подробности. В инфекционном центре находится практически вся семья. У трех пострадавших подтвердился диагноз сибирская язва. Еще один получил отрицательные результаты. У всех пациентов кожная форма инфекции. У самого старшего болезнь протекает с различными осложнениями. Состояние пациента остается также по-прежнему очень тяжелым, без положительной динамики. Пациент находится в реанимации, как я уже говорил, получает всю необходимую терапию в полном объеме. Переносит удовлетворительно. Специалисты ликвидируют очаг заражения. Со слов хозяев подворья, накануне они вынужденно забили бычка для личного употребления. Животное было заболевшим. По словам хозяев, скотину они не выпасали. Кормили во дворе. Сейчас мы ищем источник заражения. Мы взяли пробы почвы, кормов, отправили на исследование. Люди от больного животного могли заразиться разными способами. При употреблении в пищу, при разделке мяса, если есть ранка на коже. Создан мобильный ветеринарный отряд. Специалисты обойдут каждый дом и проверят животных. Части туши зараженного бычка изъяты и опечатаны. В Топаре проживает 11 тысяч человек. Санврачи выявили 30 контактных. Один въезд в поселок Топар перекрыт. На втором установлен блокпост. Местные власти ввели запрет на ввоз и вывоз скота, мясной и молочной продукции, а также кормов. Топарцам запретили забивать скот и перегонять его внутри хозяйств. Сейчас местные власти подсчитывают животных, чтобы обеспечить их сеном. Передвижение самих жителей не ограничено. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Карганинская область, Хабар, 24.